Где взять денег, чтобы купить, кому позвонить, а кому ты не звонишь, никто тебе уже ничего не дает, потому что все уже отвернулись, ты уже всем надоел. Там разные, два раза кодировался, различные терапии ездил, к гадалкам, к бабкам, к психологам, кому только я не ездил, и это не помогало. Но дошло до того, что просто родители боялись домой приходить, потому что они не знали, в каком состоянии меня найдут. Бог творит чудеса, и такие сценарии пишут, что Голливуд отдыхает, и просто слезы потекли градом. То есть, ну, я думаю, что именно в тот момент произошла эта встреча со Христом, это вот рождение свыше, когда просто Бог посетил меня. Добрый день, меня зовут Сергей, мне 39 лет, живу я на сегодняшний день в городе Минске, вот. И хочу с вами поделиться своей историей жизни, как я погибал, но Бог мешался, и сейчас все по-другому. Родил себя не в Минске, в таком небольшом городе, Солигорск называется, шахтерский городок, и жил там до 30 лет. Единственный ребенок у родителей, как из этого следует, то есть любовью, заботой обделен не был. Семья обычная, простая, рабочие люди, скажем, родители не пили, то есть обычная хорошая семья. Вот. Учился я в школе хорошо, даже отлично учился. Вот. Ну и как бы некоторые учителя даже пророчили, как бы пророчили будущее. Вот. Ну однажды, вот в 14 лет, я попробовал алкоголь, вот. И, знаете, он мне понравился. Ну вот просто мне понравилось это состояние. И, соответственно, ну в этом возрасте уже начались такие моменты жизненные, как дискотеки, компании, соответственно, с алкоголем. И, то есть везде, везде начал присутствовать алкоголь. Я это очень активно практиковал, где бы ни было, компания не собиралась. То есть, ну, примерно так, так большинство, наверное, жило из нашего окружения. Вот. Ну, знаете, это как-то не мешало мне жить. Я не считал, что это может к чему-то привести к плачевному. Вот. Ну и продолжал так жить. Закончил школу. Поступил там в нашем городе. Есть техникум горнохимический. Учился там тоже хорошо. Но в то же время, опять же, подобрались, так сказать, друзья по интересам. Мы частенько проводили время со спиртным. Ну, в большинстве своем это, конечно, было просто пиво. Вот. Как казалось бы, безобидный просто напиток. Но мы нормальными количествами употребляли его. Вот. Ну, потому что так просто было веселее, наверное. Без этого было просто неинтересно. Опять же говорю, учился там хорошо. И не считал, что это как-то может, ну, как-то отразиться на моей жизни как-то ее. Ну, повредить. Тем не менее, закончил я этот техникум. Опять же, с отличием. По распределению нас отправили работать. Белкали. То есть, в том месте это градообразующее предприятие. И, ну, многие люди просто бы отдали бы многое, чтобы там работать. А я, ну, просто потому что хорошо учился, попадая под распределение, иду туда работать. То есть, в принципе, вот зарплата хорошая. Там я познакомился со своей будущей женой. Вот. Но опять же, на том месте подобрались такие люди, такая компания. Тоже любители выпить, хоть они были и постарше во многом меня. Но как-то с ними где-то после работы выпивали. Потом это постепенно переросло в то, что мы начали пить уже. И приезжаешь на работу, и похмеляешься. Сразу приезжаешь просто и спрашиваешь там, ну, есть что, есть что там, или как, где взять. Такое вот, ну, такие вот моменты. Вот. Ну, опять же, как бы это все было так вот, ну, не мешало, может быть, как я считал, не мешало работать. Да, то есть никто этого, так скажем, начальства не видела. Вот. То есть, как уже сказал, познакомился там со своей женой будущей. Мы женимся, идем жить отдельно, рождается у нас ребенок, сын. Ему сейчас уже вот 16-й год, подросток, вот, рождается. Ну, какое-то время живем, радуемся жизни. То есть, да, где-то позволял там себе, даже вместе с женой, там, может быть, пиво попить, там, с друзьями, с компанией, выехать где-то. Ну, то есть, это не было таких, скажем так, проблемой очевидной. Вот. Ну, постепенно, может, через года полтора, ребенок уже, скажем, годовалый, полутора годовалый, как-то это постепенно, ну, начало превращаться в запой. То есть, опять же, я пили после работы, утром приезжаешь на работу, похмеляешься после работы, опять продолжаешь этот день, два, три, потом неделя, остановишься на какое-то время. Все вроде бы уже, как бы, восстановился, отошел и опять чувствуешь себя хорошо, погода прекрасная. Думаешь, ну, почему бы не выпить и пивка. Начинаешь с пивка и опять это перерастает в запой. Вот. То есть, ну, на то время уже, как бы, это уже доставляло какое-то, ну, ну, приносило горе, да, моим близким. Ну, то есть, родителям, жене, там, ребенку. Вот. Ну, так долго не могло продолжаться, естественно. И жена со мной разводится. Это где-то, наверное, через четыре с половиной года нашей совместной жизни. Ну, то есть, сначала нападала на элементы, через короткое время в суд, на развод. Ну, нас разводят. И все, с того момента жизнь моя вообще, как бы, покатилась еще больше. Ну, сами понимаете, да, живешь, семьи уже нету, живешь там с родителями, как бы, так вот, никому ничего не должен. Живи, как хочу, то есть, ешь, пей, гуляй, веселись, как говорится, вот. Ну, и, соответственно, я так и жил, то есть, выпивал. Это переходило в запой по две недели, потом по три недели, то есть, потом короткий просвет. Остановишься уже потому, что, потому что уже не можешь пить, уже потому, что просто пьешь, и это тебе не помогает. Уже просто ты даже ходить толком даже не можешь, ты просто лежишь. В общем, жизнь превратилась в такое вот, в такое вот состояние, когда ты просто утром просынаешься с единственной мыслью, где взять. Где взять денег, чтобы купить, кому позвонить, а кому ты не звонишь, никто тебе уже ничего не дает, потому что все уже отвернулись, ты уже всем надоел. Бывает, выйдешь просто так вот с целью, ну, выйдешь на улицу с целью, чтобы, ну, не знаю, там, сигарету ту стрельнуть, там, может быть, кого-то удастся, кого-то встретить, увидишь, может быть, кто-то угостит или денег попросить. Вот так вот просто выходил и просто бродил, может быть. Меня родители даже закрывали, бывало, в квартире, там, ключи прятали, чтобы я не нашел, не мог выйти, но порой удавалось мне найти ключи, там, вырваться, деньги бывает найти, удавалось какие-то там заначки, вот, чтобы выпить и опять заснуть, отрубиться. Потому что, знаете, и вот часто вот в таких вот состояниях, особенно на отходниках каких-то, просто, ну, я не мог оставаться с собой наедине, потому что мысли, мысли, мысли лезут, начинаешь думать, да, что потом, что дальше, как ты будешь вообще жить. И ты понимаешь, что я не хочу об этом думать, потому что, ну, впереди вообще нет никакого просвета, нет никаких, ну, даже, ну, целей, что ли. Нет, ты не понимаешь, что даже не видишь какой-то возможности может вырваться из этого вот замкнутого круга. Ты просто включаешь что-нибудь, какие-то сериалы там или фильмы, просто смотришь, смотришь, смотришь бесконечно, чтобы просто отрубиться, чтобы не слышать этих голосов. Бывает, там, на балконе стоя, там, выкуривая какую-нибудь сигарету, просто увидишь, там, одноклассника или одногруппника своего, там, знаете, с детьми, там, смотришь, там, да, семья есть, там, работа, машина, там, квартира, может. А ты, а ты, конченый алкаш, стоишь на этом балконе с трясущимися руками, с единственными мыслями о том, как, ну, как похмелиться или где найти выпить, и то у тебя даже денег на это нет. Ты просто конченый алкаш, ты понимаешь, что, ну, впереди тупик, что выхода нету, что, в принципе, ну, впереди пропасть, впереди тьма, и выхода просто никакого нету. То есть, ну, в своих, в поисках таких вот, чтобы найти, где деньги взять или что, ну, знаете, мне уже, наверное, я доходил до такого состояния, что, наверное, не оставалось ничего святого просто. Я мог бы, не знаю, ну, я не знаю, через что бы я мог переступить, просто ради того, чтобы просто вот взять, выпить, и дальше просто, ну, напиться, заснуть и не думать ни о чем, потому что, ну, выхода никакого не было. Хотя, порой, как будто внутри что-то, знаете, вот, какая-то надежда все-таки была, что жизнь моя как-то изменится каким-то чудесным образом, вот такой вот просто пстриг, и все, да, вот, знаете, лег, проснулся, и ты уже другой человек. Ну, я просто понимал, что это какая-то, наверное, может быть, какая-то жажда жизни, да, я не знаю. Может, это Бог как-то давал мне вот эту вот надежду, чтобы все-таки я, ну, не знаю, мысли о суициде не было. Слава Богу, что вот это как бы меня не коснулось, но все же, возможно, если бы как-то Бог реально не вмешался, то, возможно, это могло бы и совершиться. Либо каким-то другим способом я уже бы просто, ну, не жил бы. Вот. Родители, конечно, в поисках, чтобы помочь мне пытались. Там разные, два раза кодировался, различные там терапии ездил, там, к гадалкам, там, к бабкам, к психологам. Кому только я не ездил, и, ну, это не помогало, в принципе. Ну, то есть это как бы все такое, может быть, на какое-то время я останавливался, но, скажем так, на своих силах это было невозможно, ну, долго держаться. Вот. Потом как-то, ну, все, живя этой жизнью, довелось попробовать мне покурить травы. И вы знаете, это мне тоже понравилось. Я сначала подумал, вау, круто, можно не бухать, а вот перейти на это. Но потом, через короткое время, ну, естественно, все началось, скажем, уже смешивать одно с другое, чем побольше. И, короче, это еще больше усугубило вообще мое состояние и положение. Вот. И, как бы, такие вот попытки родителей помочь мне, они мою маму приводят тоже в церковь. Я не помню, каким она путем, она уже пришла, от кого услышала. Но суть в том, что она сама начала ходить в церковь, она сама уверовала. Она заключила завет с Богом. Вот. И начала, естественно, молиться за меня, начала меня уговаривать, сначала меня просить, чтобы я пошел в центр, там, поехал или пошел там в церкви. У нас тоже есть центр, но там амбулаторного типа. Вот. Ну, и через какое-то время все-таки она меня, ну, не знаю, уговорила или как, или молитвы сработали. В общем, я пошел в этот центр, там, такого плана, как просто утром приходишь, где-то полтора часа, там, или два часа проходит, там, разбор слова, там, общение, молитвы, прославляли Бога. Ну, и все, и расходились все по домам, кто на работу, кто домой, и вечером снова собирались, там, будто служение или, как бы, там, чаепитие какое-то. Вот, имелось, мы имели это общение. Вот, и вы знаете, через, ну, вот, как-то я начал туда ходить, и, ну, реально пришла свобода. То есть, я ощутил эту свободу, то есть, я, ну, я был рад, мне это стало интересным. То есть, я начал читать Библию, да, слышать какие-то свидетельства, там, не помню, может, даже проповеди какие-то смотрел. Вот, ну, мне это стало интересным. Вот. И как-то вот в один из вечеров таких, после вот этого служения, я пришел домой, и какое-то видео смотрел свидетельство или что, и там, по-моему, в конце была молитва покаяния или что. И я просто, ну, то ли читал ее, то ли что, и, короче, меня просто так накрыло просто. Просто слезы потекли градом, то есть, ну, я думаю, что именно в тот момент вот произошла эта встреча со Христом, это вот рождение свыше, когда просто Бог посетил меня, и, ну, я верю, что я в тот момент принял его в свое сердце. Вот. И дальше шло какое-то время, то есть, я чувствовал, что я свободен, потому что я был, скажем так, в этой группе только утром и вечером, а целый день я свободен. То есть, я ходил, передвигался, видел, как курят, как пьют, и меня это вообще не цепляло. Ну, и через два месяца посещения я решил, что хватит жить уже и на родителей, надо устраиваться на работу. Хотя меня отговаривали служители, потому что, ну, они понимали, что это слишком рано. Ну, естественно, я их не послушал, нашел какую-то работу, устроился, как результат перестал посещать все эти собрания, группы, и через неделю я снова уже бухаю. Началось все, как обычно, с пива, и закончилось запоем, не знаю, каким там, трехнедельным или двухнедельным. И все пошло еще хуже. Раньше я проходил мимо магазинов, знаете, там стояли, я их называю, местные бичи, которые стреляют деньги возле магазинов у людей, чтобы выпить. Знаете, я проходил мимо них и считал, что я не такой, как они, что я еще, ну, как бы не дошел до такого состояния и, в принципе, не дойду. Но вот уже настало время познакомиться с ними, я с ними познакомился. И стоял вместе с ними, уже тоже стреляли деньги. На что выйдет? На боярышник, так на боярышник, чернила, так чернила. Вот. Жизнь моя показалась еще хуже. И слава богу, скажем, наверное, за родителей, что все-таки они однажды просто поставили мне перед фактом, сказали, либо ты ездишь в центр, ну, так, чтобы тебя дома не было, с проживанием, либо мы тебя сдаем в ЛТП, либо поедешь в новинки. Вот. Потому что, ну, дошло до того, что просто родители боялись домой приходить, потому что они не знали, в каком состоянии меня найдут. Они, бывает, придут, я, ну, сплю пьяный на диване. Бывает, что, говорят, придут, смотрят, а ты, как бы, даже, ну, и не дышишь, тебя растолкали, ты очнулся. То есть, я не знаю. То есть, на лице матери просто, ну, видно было, что она плачет, что она страдает из-за этого. То есть, я порой в моменты какого-то такого, может быть, прозрения, я просто обращал внимание на лицо, как она постарела, да, из-за моей такой вот жизни. Вот. То есть, на отца там, слава Богу, Бог не допустил, руку хотел поднять, но как-то Бог остановил, потому что, ну, я не знаю просто. Сейчас вспоминаешь об этом, ну, настолько стыдно, и просто плакать хочется, что я вот мог быть в таком состоянии, что родителям приходилось переживать такое вот от своего ребенка. Вот. Но, слава Богу, поставили меня перед фактом, я сделал выбор в пользу реабилитационного центра, взял номера телефонов, и так вот просто по географическому принципу смотрю, Минск ближе всего, позвонил, это оказался пастор, вот, пообщались мы с ним, вот, и через там несколько дней меня уже привезли сюда, это был 2015 год, мне на тот момент уже было 30 лет, жизнь разрушена, одни руины. Меня привезли сюда, когда я узнал, что здесь надо быть полтора года, естественно, я не собирался здесь быть полтора года, думал, ну, побуду какое-то время, отойду, там, родители успокоятся и примут меня обратно. Вот. Ну, у Бога были другие планы, знаете, через, буквально через какое-то время, вот, в пятницу меня перевезли, получается, в воскресенье я уже вышел тут на сцену, произнес молитву покаяния, и братья, которые, ну, тоже проходили реабилитацию, они, ну, они сказали, они заметили, что он изменился, да, то есть он начал улыбаться, то есть если я приехал такой весь хмурый, насупившийся, ну, естественно, там было состояние такое, отходника, я не был выпивший, но уже, может быть, сутки я не пил, я не знаю сколько, может быть, накануне пил, но был уже, в принципе, трезвый, ну, такой хмурый, вот, но, говорят, вот, как после воскресенья уже начал улыбаться, то есть, ну, они заметили какое-то изменение во мне. Ну, и здесь Бог начал в этом центре, начал свою работу со мной, понятно, сначала это было какой-то, ну, как будто бы на Марс попал какой-то, из такой среды покунаешься в такую среду, там, людей было много у нас тогда, не знаю, человек может 10, до реабилитации может быть 12, вот, и тут все верующие, аллилуйя, там, Бога славят, я этого ничего не понимал, для меня это все было дико, хотя, как бы, ну, я посещал тот центр, вот, ну, как бы время уже прошло, ну, знаете, сердце очерствело, вот, и, знаете, ну, в моей жизни начались изменения, то есть, я просто полюбил, полюбил Библию, полюбил Слово Божье, я начал просто в Него погружаться, я начал его просто читать, ну, вот, ну, насколько мог, потому что, ну, все-таки здесь в центре имеются правила определенные, то есть распорядок дня, и нам нельзя было читать, скажем, после отбоя, а в течение дня особо времени так и не было, потому что было много работы, и когда выкроешь какую-то минутку, там, во время обеда, обеденного отдыха, почитать, и вечером уже, когда ложишься спать, ляжешь там, почитать, но усталость, ну, берет свое, там, буквально голова две, и ты просто засыпаешь, вот, я не любил, ну, вот, братья соберутся, там, знаете, о прошлой жизни, там, начинать эти свои разговоры, я просто брал Библию, уходил, ну, у меня настолько вот, ну, хотел оторваться от этого, от всего прошлого, да, и, может быть, порой и посещали мысль, чтобы, там, уйти из центра, но я сам себе думал, ну, а смысл, что я уйду отсюда, ну, да, пускай там родители примут, но, как бы, не в этом вопрос-то, жизнь-то моя не поменяется, я вернусь туда, на ту же блевотину, то есть, в то же окружение, я, сколько я тут побыл, там, пускай месяц, пускай пять месяцев уже на тот момент, когда меня такие мысли посещали, ну, то есть, я понимал, что, ну, если я сейчас уйду, то, ну, жизнь моя ничего не поменяется, я уже лучше буду здесь, ну, столько, сколько нужно, то есть, понимаете, да, ход мысли, то есть, если я ехал, не рассчитывая быть здесь полтора года, то, по прошествии какого-то времени, то есть, я понял, что надо быть, и, как бы мне не казалось несправедливым отношение, там, ко мне и к другим братьям-реабилитантам, от служителя, там, или, может быть, от пастыря, ну, мы так считали, я так считал, допустим, то есть, я думал, что я, как бы, все равно я буду, я пройду до конца, сколько нужно, столько и буду, вот, и Бог работал, Бог совершал эту работу, и, как бы, понимаете, да, раз я не ехал сюда проходить всю реабилитацию, уж, скажем, быть здесь служителем, я уж тем более не собирался, я видел, как было сложно служителю, моему служителю, он у нас был один тогда, он был здесь круглосуточно просто, скажем так, даже и не выездной, он все время здесь с нами был, 24 часа, 7 дней в неделю, он был с нами постоянно, я появился, чтобы было тяжело, как на него, там, были от реабилитантов какие-то, там, нападки, атаки, вот, ну, потому что он сам из бывших реабилитантов, вот, и я понимаю, что я этого не хочу, хотя как-то внутри порой какие-то, сложно объяснить, какие-то порывы, что ли, или позывы были, вот, какие-то мысли приходили, вот, а именно о том, что, ну, я буду служителем или стать служителем, то есть, ну, я понимаю, что вот так, именно, именно так, таким образом Бог вот производил хотение и действие, то есть, он вкладывал в мое сердце, ну, свое желание, и по прошествии полутора лет реабилитации, ну, меня благословили, ну, как бы, не на выход уже, а оставили здесь, я согласился здесь быть служителем, то есть, меня постепенно начали, как бы, к этому приучать, то есть, постепенно оставляли на день, на два, чтобы мой служитель мог отъехать, отдохнуть, отлучиться, вот, то есть, и уже по прошествии полутора лет меня уже просто благословили, как бы, полноценно служителем, и мы уже стали здесь, он неделю, и я неделю. Когда моя неделя выходная, я уезжал к родителям, потом возвращался и проводил здесь неделю. В принципе, моя жизнь так, она до сих пор и продолжается, то есть, я неделю служу в центре в этом, неделю я дома, вот, и началось вот мое служение в реабилитации, и оно по сей день продолжается, знаете, и я говорю, что я вместе с реабилитантами проходил реабилитацию, вот, уже, ну, на протяжении, там, там, примерно восьми лет, вот, и жизнь, и Бог продолжает со мной работать, и, естественно, я, ну, молодой парень, хочется, там, та семья, скажем, там уже потеряна, бывшая жена, она уже на тот момент вышла замуж, у него родился, там, другой ребенок, все, но я понимал, что я хочу, я хочу семью, я хочу жену, я хочу детей, и нас тут и учили, что за это надо молиться, я молился и даже говорил Богу, какая мне нужна жена, то есть, ну, там, параметры, характеристики, вот. Вот, ну, и на этот счет у Бога тоже были свои, конечно, планы. Я вот сейчас так вот расскажу вкратце, как вот Бог именно дал мне жену. Жили в Минске, скажем так, одна семья, то есть, мать и дочка, ну, то есть, там она уже, мать, она, получается, уже вдова стала, ну, и жила с дочкой в квартире. Они уже были верующие на тот момент. И однажды, вот, эта мать, она услышала, ну, как бы, она спала в коридоре на диване и услышала храп за дверью. Открыла посмотреть, там какой-то человек лежит, там, на ящике. Получается, на лестничной площадке, на ящике, там, лежит человек, там, в уголочке. Вот, она, ну, как бы, поздоровалась, поинтересовалась, кто, что, там, предложила, там, чай, там, кофе, там, может, бутербродов каких-то. Я, может, в деталях буду путаться, но суть я вам постараюсь передать. Вот, постепенно, а этот человек почему-то там заночевал, он пришел к другу своему, ну, к товарищу. Ну, это бомж вообще был. Пришел к какому-то товарищу на этом этаже, но товарищ его не дождался, заснул, и ему пришлось вот переночевать на ящике. Вот, таким образом, вот эта вот женщина-мама познакомилась, с ним они начали его приглашать домой, то есть, ну, общаться, рассказывать, рассказывать ему о Боге, и, ну, и предложили ему поехать в реабилитационный центр. Вот, и привозят его сюда, в центр, уже я-то на тот момент был служителем. Ну, вот они его привезли, и через, там, раз в месяц или раз в два месяца они приезжали его навестить. И вот, и, ну, естественно, с этой матерью приезжала и дочка. Ну, я ее как-то заприметил, понравилось очень. Вот, и через какое-то время, ну, я как-то ей предложил какое-то общение. Вот, она мне отписала, что, как бы, уже разведена. И такой, я вообще подумал, вообще класс, ну, точно так, как у меня история практически. Вот. Ну, и ладно, как бы, отказала и отказала, все, забыли. Потом, когда я вот этот вот бомж, Женя его зовут, проходит реабилитацию, общается с этой вот женщиной, которая ее привезла. Я ему так просто говорю, что, ну, вы, наверное, поженитесь, когда вот, когда ты выйдешь с реабилитации. Вот, потом он принимает крещение, он заканчивает свою реабилитацию, и в скорости, да, они женятся. Вот. И вот, и потом начинается наше общение вот с этой вот, с ее дочерью, начинаем общаться, встречаться, и через, наверное, через месяца восемь после их свадьбы уже женимся и мы. И таким образом получилось так, что вот жили две одинокие, да, женщины, и мы были два одиноких, и сейчас мы живем, живем в одной квартире, они и мы, вот, и Бог так вот интересно соединил судьбы. И привел вот этого бомжа, через него привел сюда мою жену будущую, вот, хоть она как бы, у нее был предыдущий опыт, она когда уверовала в Бога, то есть пошла в церковь, и там как-то в скорость она очень как-то поспешно вышла замуж, он тоже был из бывших, вот, и как бы, ну, ну, как оказалось, когда она вышла замуж, он ведет двойную жизнь, то есть как бы в церкви он такой, а дома там все продолжается по-старому, в общем, там, ну, сложная ситуация была, ей пришлось, скажем, страдануть в этом плане, потом все это пережить, пока в церкви это все-таки события, пока их там, ну, скажем, развели, вот. И, конечно, она зареклась, что, ну, больше в ее жизни не будет из бывших, ну, Бог так вот по-другому думал и соединил наши судьбы, и в скорости даровал нам сына. Ему вот будет уже в сентябре три года, потом родилась дочка, вот ей в июле будет годик, и, знаете, дети прекрасные, просто смотришь на них и радуешься, и действительно понимаешь, как написано в слове, да, что дети это награда от Бога, и просто видишь, насколько Бог реально благословил, насколько жизнь поменялась, насколько, ну, жизнь моя сейчас, ну, я служу в центре, то есть я неделю, как я уже говорил, я неделю здесь служу, неделю я дома, с семьей, то есть так как с таким, скажем так, графиком служения я не имею возможности работать на, ну, скажем так, на обычной работе, да, хотя было одно время, работал посменно два года, здесь неподалеку есть психоневрологический дом-интернат, вот Бог позволил там какое-то два года поработать с людьми-инвалидами, и с психическими, и с физическими, то есть имел возможности там рассказать о Боге, даже было время, работал в одном отделении, где более-менее адекватные люди, там молодые парни были, три человека, мы, когда моя смена, мы вечерами, уже когда отбой, мы собирались и читали Евангелие, проводили разбор слова, молились, ну, слава Богу, какое-то время это продолжалось, пока, скажем так, нам не запретили, вот, и меня перевели в другое место, но все же была возможность, вот, но так, скажем, чтобы работать, я не имею такой возможности, да, бывает где-то перепадет, кто-то из братьев подтянет подработать, вот, но я вам скажу, что мы не нуждаемся ни в чем, слава Богу, у Бога своя математика в этом плане, и он компенсирует, он воздает, он благословляет, приходят финансы из других источников, как-то, ну, то есть мы видим его руку в каждом дне своей жизни, то есть мы желаем служить, и с женой просто мы как-то вот в одном духе двигаемся, она служит сиротом в сиротском служении, то есть я бывала там, скажем, в лагере участвовал каком-то, и мы вот, и в ее сердце усыновить, ну, усыновить ребенка, это в ее сердце еще с подросткового возраста, и она как-то меня все время в это толкала, 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 ну, я сначала сопротивлялся, но теперь, ну, теперь я понимаю, что как бы, ну, что я тоже этого хочу, и мы в этом направлении тоже двигаемся, то есть делаем сейчас документы, я верю, что Бог это устроит, потому что было слово ей, что это будет, и, то есть, хотя по-человечески мы понимаем, что, ну, как бы, есть там определенные моменты, также с этими документами, законодательством, что просто, скажем, в моей ситуации, в нашей ситуации, это просто, ну, это невозможно, мы живем в двухкомнатной квартире, уже шесть человек прописано, вот, то есть даже уже это может стать препятствием, то, что я не работаю, может стать препятствием, но мы верим, что Бог что-то сделает, что-то устроит, и продолжаем молиться, и, ну, в этом направлении двигаться, вот, то есть, жена мне служит, она отпускает меня, чтобы я мог здесь служить целую неделю, остается одна, одна с детьми, вот, и, ну, мы верим, что, ну, даже, как же, может быть, знаем, что Бог, ну, Бог заботится, Бог позаботится и дальше, и все наши нужды Он, Он восполняет, как Ему, как Он это видит, как Он это, ну, знает, Он лучше знает, что для нас нужно, что полезно, что не нужно, хранит, то есть, ну, непрестанно просто мы благодарим Бога и за детей, я благодарю за жену, жена благодарит за меня, за то, что я имею возможность вот так вот служить, то есть, ну, просто на самом деле это благословение, если ты служишь в том месте, где именно, куда тебя Бог призвал, да, то это, ну, как Иисус говорит, иго мое благо, да, когда ты идешь в одной упряжке с Господом, то это нетрудно, да, бывают моменты сложные, но я пришел к такому пониманию, что все, все вот эти вот сложности, они состоят в том, что нам трудно умереть для себя, нам тяжело распинать плод свою, а служить Богу несложно, и мы продолжаем, ну, каждый день славить Бога и жить, стараемся вот в том, чтобы как можно больше Его прославлять, потому что понимаем, что, ну, время коротко, уже последние дни, и хочется как-то больше посвятить себя в это, чтобы, ну, служить Ему не просто, вот, время от времени, там, по воскресным дням, или там, неделя через неделю, хотим как-то больше, хотим вот 24 часа 7 дней в неделю, чтобы просто посвятить себя служению Богу, и молимся за это, чтобы Бог нас ввел в это служение, и слава и благодоверение нашему Господу, потому что, ну, если бы не Он, ну, у меня бы здесь не было, не было бы моих детей, сколько людей уже прошло через, скажем, через Центр, даже за мою короткую историю я здесь видел, ну, людей, у которых жизнь тоже поменялась, и сейчас они тоже братья мои, сестры мои, имеем общение, дружим, общаемся, и слава Богу, что вот действительно Бог вот являет такие чудеса в жизни, и просто если бы не Бог, то, ну, просто бы, меня бы не было, я бы был уже давно похоронен бы, родители бы тоже, возможно, этого не пережили, поэтому Бог творит чудеса, и такие сценарии пишут, что Голливуд отдыхает, и слава нашему Богу, аминь. Мир всем, друзья, меня зовут Сергей Янчев, уже скоро как 15 лет я занимаюсь служением восстановления людей, попавших в сложные ситуации в зависимости от наркотиков и алкоголя. Мы сегодня обращаемся к тебе, дорогой друг, если ты в беде, если, может быть, ты уже хотел бы вырваться, и ничего не получается, может быть, ты уже испробовал ни один метод, ни одна попытка была, и уже отчаялся, и руки опускаются, я просто говорю тебе, я был таким же. Попроси Бога о помощи, обратись к Нему сейчас, в молитве, обратись к Нему о помощи, скажи, Иисус, прости меня. Первое, скажи, Иисус, прости меня. Второе, скажи, Иисус, помоги мне, возьми меня сам, выведи меня из этой беды и проблемы. Я знаю, ты Бог, ты можешь это сделать. Скажи, Иисус, Он рядом, Он любит тебя, Он точно хочет тебе помочь, я знаю это. Поэтому сегодня наши центра, наши общежития по всей стране работают для таких людей, как ты и я. Ты можешь позвонить, под видео есть ссылка. Позвони, номер телефона доступен круглосуточно, операторы принимают звонки многоканальной линии, для того, чтобы ты мог позвонить. Позвони, скажи свою проблему, расскажи свою беду. Мы ждем твоего звонка. И вместе с нами и у тебя получится. Я верю, что Иисус поможет каждому, кто позвонит и кто обратится к Нему за помощью. Не опускай рук, не сдавайся. Иисус рядом, Он зовет тебя, да благословит тебя Бог. Он любит тебя. И я верю, что у Бога для тебя есть план. Иисус рядом, Он зовет тебя.